Всем привет! Давайте сегодня поговорим про мировой спорт без российских спортсменов. Ну мы все знаете, что практически все российские спортсмены дисквалифицированы от участия в международных соревнованиях. Все сборные там по гонболу, футболу, хоккею, баскетболу, все клубные команды России отстранены от всех игровых видов спорта. Да, шахматисты, легкотлеты, прочее, 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 квята убрали, всех пилотов везде убрали. По-моему остались только теннисисты и гимнасты. По-моему так. И давайте с ней поговорим, а что собственно сейчас происходит-то. Ну вот и их убрали. Это прошло по-моему, сколько, недели, две, три. И что мы сейчас видим? Ну вот по биатлону. Вот и что я вижу по биатлону. Биатлон в России умер. То есть мы вообще не смотрим биатлону. Вот Кубки Мира какие-то проходят там, да. Но мы его не смотрим, потому что он неинтересен. Ну вот, ребят, ну давайте откровенно говорить, да. Нам неинтересно там, когда соревновываются там норвежцы, французы, да. Мы хотим увидеть Ресцова, мы хотим увидеть Аллатыпа, мы хотим увидеть Логинова, да. И других Цветкова. То есть мы даже не включаем телевизор. Я не знаю, я вот честно не знаю, там проходит там, показывают сейчас по телевизору биатлоны гонки или нет. То есть... Мне просто это даже неинтересно. То есть, ну, неинтересно смотреть биатлон, когда там нет российских спортсменов. Вот. И я не знаю, вот, как, что будет там дальше в биатлоне. То есть, большой вопрос. И зачем, условно говоря, остальным спортсменам выступать без российских? Я не знаю. Для меня это какой-то нонсенс. А про лыжи? Про лыжи вообще молчу. Самые сильные спортсмены в лыжах сейчас, в лыжном виде спорта, да. Это российская. Российская мужская команда, российская женская команда. Ну, давайте говорить без... Без какой-либо там занощищевости, да. И там выпендрежи, да. Ну, сам сейчас самый лучший лыжник мира это Большунов, да. И он это доказал на Олимпиаде. Он всех-то отодрал, да. В спринте наша команда выиграла. Ну, я не в спринте, а в классической эстафете и мужская сборная и женская сборная выиграли. То есть, по сути, мы имеем, что в сборной России женская и мужская в лыжах, они самые сейчас сильные. И они сейчас не участок кубка мира. Они дисквалифицированы все. Ну, и как вот в следующем сезоне, вот, допустим, в ноябре, да, начинается сезон, по-моему. Вот. И как вы будете вообще проводить там в розыгрыше кубка мира без российских лыжников и лыжниц? Ну, вот я вот это вообще не понимаю. То есть, там будут норвежцы и норвежцы, да. Там финны, да, норвежцы, финны. Ну, они же сами понимают, да, даже норвежцы прекрасно понимают, что вот все эти гонки, их не, да, победы в этих гонках без россиян, да, они ничего не стоят совершенно. Ну, ему будут говорить, ну, да, это хорошо, клебо, ты молодец, там, или там другим лыжникам будет говорить, там, вы, конечно, молодцы, но Большунов не бежал. Да, Большунов не бежал, поэтому то, что ты там бегаешь, да, ну, это не имеет значения, это какой-то у вас там чемпионат Норвегии. И, безусловно, норвежцы это будут прекрасно понимать. Они говорят, ну, да, это все, конечно, хорошо, но это не Кубок Мира. Вот, и аналогичная ситуация и в футболе, и в хоккее. Я не представляю, что шутка хоккей без российских хоккеистов, сборная России по хоккее. Чемпионат мира, да? Ну, не знаю. На мой взгляд, на мой взгляд, вообще, мировой спорт, он просто сейчас опустошен без российских спортсменов. Не во всех видах спорта, но в большинстве, да? Как бы это ни говорил. Я совершенно не верю, чтобы это вот, это весь топ-локдаун, спортивный локдаун продлится долго. Не знаю, мне кажется, летом все закончится. Летом все закончится. Более того, я верю, и на самом деле, верю в одну фантастическую идею, что сборную России допустят на чемпионат мира в Катаре в виде исключения. Ну, допустим, летом договорятся обо всем, в начале лета или даже весной, да? И выходит, что сборную России по футболу сняли со стыковых матчей по неспортивному признаку. Вот, ее надо также отправить туда, также и по неспортивному признаку. Вот, и это реально, на самом деле. Ну, вы будете смеяться, но это на самом деле реально. То есть, если где-то в июне месяце или там в мае месяце, да, в июле месяце договорятся наши деятели политические, да, обо всем там все, санкции снимут там, там какие-то условия определенные будут, да, то, соответственно, чтобы загладить свою вину, ФИФА скажет, да-да-да, конечно же, мы погорячились, да. Это вот все вот так вот. И вот мы сделали исключение, потому что нас таких случаев никогда не было. И вот мы создадим одну группу, в которой будет не 4 команды, а 5 команд. Ну, 5 команды будет сборная России. Это на самом деле очень реально. Реально. Вы будете смеяться, но я реально, вот, я верю в это, что это будет процентов 80. 80 процентов, что это будет. Вот. Я не верю, что это локдаун, спортивный, продавался очень долго, потому что без российских спортсменов это спорт, это не спорт. Вот, поэтому я верю, что, абсолютно, я не то что верю, я абсолютно уверен, что летом все закончится. Никому это нахуй не надо. Все это же хуйня, помню. Все это прекрасно понимают, что не могут лыжники бегать без российских лыжников, не могут в том же UEFA играть без российских команд, потому что и деньги, просмотры, и много что еще. Аналогично про хоккей, правда, другие виды спорта, и все это закончится. Поверьте мне. В июне, в июле все это закончится. Вот. И, наконец-то, спорт вернется, как и было раньше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok